Во дворце спорта «Видные» состоялись соревнования Центрального федерального округа по каратэ. На татами вышли спортсмены в возрасте от 14 до 20 лет, разделенные на свои возрастные категории. Сегодня почти 150 человек, представители всех регионов Центрального федерального округа, борются за право войти в состав участников всероссийских соревнований перед «Надеждой России», который будет проходить в декабре у нас в городе Санкт-Петербург и который будет являться отбором на первенство Европы следующего года. Турнир такого уровня проходит в городе «Видный» уже в пятый раз. По словам участников, наш дворец спорта и уровень организации отвечает самым высоким стандартам. Готовят еще очень серьезно, больше двух месяцев. Соперных знаю не всех, потому что в этой категории всего год. Но хотелось бы победить. А соревнования организованы очень хорошо. Среди тех, кто участвовал в отборочном турнире, были члены национальной сборной. 18-летняя Александра Лиджиева на прошедшем чемпионате России завоевала бронзовую медаль. Я смотрела фильмы Джики Чану с Брюсом Ли. И в основном я дружила с мальчиками, поэтому у меня, видимо, такой был с самого детства боевой характер. И я год маму упрашивала отвезти меня на боевое искусство, и она отвела на каратэ. Пока одни спортсмены уже состязались на татаме, другие готовились, отрабатывали приемы и получали последние наставления от тренеров. Я надеюсь, что, как говорят в спорте, победить сильнейший. Но очень хочется, чтобы как можно больше призеров было из наших клубов. Мы, конечно, на это надеемся. И это вполне обоснованные надежды. Ведь районные клубы каратэ известны далеко за пределами не только муниципалитета, но и Московской области. Я рассчитываю, что пять человек отберутся. Пять участников должны отобраться и будут защищать Санкт-Петербург от Московской области. Одним из тех, кто поедет в Санкт-Петербург, стал видновчанин Александр Шайкин. Несмотря на то, что первое место занять не удалось. Соперники были, конечно, тяжелые. Я вот занял второе место, проиграл в финале. Как бы чуть-чуть не дотянул там. Не получилось, не сложилось. А нам остается пожелать удачи нашим спортсменам. Дмитрий Книгов, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.